Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова мы разбираем события, которые происходят на финансовых рынках и, собственно, разбираем их с точки зрения влияния на наши долгосрочные инвестиционные идеи. Финансовые рынки явно сейчас ходят, это заметно даже потому, что происходит на рынке черного золота. Нефтянка является определяющим инструментом, активом для категории инструментов энергетического сектора. Поэтому, если вы спекулируете, собственно, фондовыми индексами, то вчера лично могли убедиться в том, насколько этот рынок в целом коварен для капитализации фондовых инструментов, потому что энергетический сектор из-за снижения стоимости бренд и WTI вчера оказался в довольно сильной красной зоне, оказав соответствующее давление на и биржевые инструменты. Ну, хотя если все-таки говорить про то, что происходит с фондовыми индексами, мы с вами неоднократно уже возвращались к этому сегменту инструментов и я рекомендовал так все же присматриваться только лишь к продажам. Вот мы больше акцент делаем на американский индекс S&P, собственно, в терминалах компания Markets, USA 500 и на немецкий DAX, который под тикетом по Markets значится Gear 30. Сегодня мы еще раз пробежимся по уровням этих двух инструментов, потому что, на мой взгляд, нужно снова актуализировать ситуацию, которая складывается и напомнить, друзья, всем вам, в принципе, почему я эти инструменты продолжаю продавать. Для тех, кто, собственно, еще не в сделках, даже предложил уровни, которые вы можете рассмотреть, чтобы тоже приобщиться, если вас заинтересует эта сделка к продажам ключевых индексов американского рынка и, собственно, немецкого. Сегодняшний день очень важен. Почему? Потому что содержание экономического календаря довольно насыщено. Мы начинаем день сегодня с пресс-конференции председателя Банка Англии Марка Карни в 11.00. Он вещает, честно говоря, вроде бы как его выступление не было обозначено. Когда я внимательно изучал календарь еще на прошлой неделе, точно могу сказать, что в 11.00 сегодня конференции не было. Может быть, Карни хочет прояснить ситуацию по ожиданиям той же самой политики, предполагаемых изменений процентной ставки с учетом новых вводных, касающихся процесса по Brexit и, собственно, вводных, которые появятся после выхода сегодняшних отчетов по британскому рынку труда. Спустя полчаса, собственно, после его выступления в 11.30 мы с вами будем анализировать как раз британский рынок труда. Сразу это блок статистики. Основной, возможно, акцент мы сделаем на динамику роста зарплат, потому что, напоминаю, что именно темпы прироста зарплат сопоставляют с показателем инфляции и уже, собственно, пытаются найти ответы в том, будет ли Банк Англии повышать процентные ставки в августе. Об этом, конечно же, мы поговорим. Я думаю, что прям совсем закольцуем мы эту тему с вами завтра уже, когда выйдут данные по инфляции, когда у нас уже будет отчет по темпам роста зарплат и данные по индексу потребительских цен. Сопоставим, сравним эти значения. Но, забегая вперед, хочу отметить, что, скорее всего, мы лишь получим дополнительный довод в пользу того, что британец все же оправданно должен быть фундаментально более бодрым сейчас, потому что мы с вами ждем повышения процентной ставки, которое должно произойти. И, скорее всего, именно это и случится в августе. Помимо британского рынка труда, сегодня предлагаю обратить внимание на еще один отчет по штатам. В 16.15 выйдут данные по промышленному производству американской экономики. По прогнозам также нас ожидает хорошая цифра. Но, уверен, что этот отчет полностью затмит выступление председателя ФРС Джерома Павла в конгрессе, которое начнется в 17.00 по московскому времени. Двухдневное выступление. Сегодня-завтра мы будем слушать его. Но, по традиции, хочу сразу отметить, это опыт, который лично у меня накоплен еще со времен Джанет Йеллин, когда она отчитывалась в конгрессе. Основные движения доллара приходятся как раз на первый день выступления, потому что именно в первый день выступления Джерома Павла, в частности, раньше Джанет Йеллин, говорила о том, как Федрезерву будет противостоять актуальным рискам, которые сейчас характерны для мировой экономики. Все мы понимаем, о каких рисках идет речь. В целом, по позиции Джерома Павла, хотя давайте сейчас не будем распыляться. У нас будет время поговорить про доллар и японскую иену. А сейчас я предлагаю коснуться нефтянки, которая явно хочет порадовать нас. Видимо, осознала, насколько мы все-таки преданы этим коротким позициям были в течение долгого периода времени. Никак мы не хотели верить, отказывались в то, что бренд заверется выше 80 долларов за баррель. Я знаю, было очень много и комментариев, которые предлагали мне, мягко говоря, отказаться от позиции продажи черного золота, потому что, очевидно, бренды WTI развернулись и идут на 100 долларов за баррель. Я все же остался верен, друзья, своим прежним, скажем, установкам, посылам, тому фундаменту, на который я возлагал большие надежды. Я считаю, что верность своей позиции, ну, это больше хорошо, нежели чем плохо. Поэтому та ставка, которая делалась на нефти, это, собственно, мы говорили о том, что бренд – это вообще полноценный такой пороховой заряд, очень сильно перекуплен актив, тем более, что если копнуть фундаментальную составляющую, действительно, можно было найти давно уже основание для коррекции. Вот эта коррекция идет в среда. Вспомните, потери больше, соответственно, 6%, даже около 7%, то есть стоимость нефти явно сильно просела. Поэтому вчерашнее снижение, оно даже по процентному эквиваленту более значительное, чем в среду, потому что мы видели то, что бренд фактически добрался до поддержки от 70 долларов за баррель сегодня. Вот успел я глянуть прямо перед началом брифинга, что происходит с нефтью. Мы снова летим вниз, и я думаю, друзья, такими стараниями 70 долларов за баррель – это чуть ли не тот уровень, который может быть протестирован в ближайшие часы. Неделя только начинается. У нас впереди еще и отчеты по запасам, по нефтедобыче, по количеству нефтяных терминалов. Не на то, как рынок может себя повести после выхода отдельного релиза. Судя по той реакции нисходящей, которая сейчас распродажем развивается на рынке черного золота, мы наконец-таки дождались вот этого эффекта склачены, когда все аргументы, которые накапливались ранее, разом ударили, собственно, по котировкам и стали причиной вот этого ослабления. Допускаю, что в районе 70 долларов за баррель эта коррекция приостановится, потому что совокупные потери уже будут больше 10%. Ну, конечно же, после таких распродаж рынку нужно будет немного перезагрузить настроение, нужно будет одуматься, переосмыслить дальнейшие перспективы и так далее. Но в целом считаю, что 70 долларов за баррель – это цель, которую мы сделаем. Потом, друзья, нужно будет подождать какое-то время, ну и немножко запастись терпением, поскольку все же дальше мы пойдем еще ниже. Причины, которые сейчас используются для того, чтобы оправдать, объяснить то, почему нефть продают, они не изменились, собственно, с конца прошлой недели. Ливия вернула на рынок тот объем, который ранее был изъят из-за военных столкновений и закрытых портов. Сейчас эта тема уже не актуальна. При этом страны ОПЕК+, которые, как вы помните, постфактум заседания приняли решение нарастить нефтедобычу для того, чтобы как раз компенсировать недопоставки на глобальный рынок за счет изъятия определенного процента поставок за счет Ливии, Венесуэлы, Ирана, страны ОПЕК не пересматривают свои планы. То есть, они как раньше решили увеличить добычу, так, собственно, производство нефти сейчас и наращивается. Саудовская Аравия уже добавила несколько сотен тысяч баррелей. Россия, кстати, это, пожалуй, единственный обновленный новостной фонд за последнюю торговую сессию, потому что рынок нашел доказательства того, что и Россия увеличивает производство нефти. Конечно же, оно увеличивает, потому что Россия еще в момент заседания ОПЕК признала тот факт, что собирается поддержать инициативу Саудовской Аравии, задействовать свободные производственные мощности и вернуть на рынок части ранее изъятых объемов предложения. Поэтому страны ОПЕК действительно увеличивают производство, я думаю, даже больше, чем на один миллион. И сейчас у нас причина, возможность говорить о перекосе, спросе предложения. Почему? Потому что все-таки главная угроза недопоставок, резкое сокращение экспорта со стороны Ливии – это уже событие и, скажем, новостной фонд, который не актуален. Поэтому у нас есть риски сверхприложения, которые мы тут же с вами транслируем в риски избыточного накопления мировых запасов, и картина усугубляется еще и общим глобальным экономическим спадом. Я думаю, что сейчас особо выдаваться мы в подробности не будем, но МВФ вчера представил доклад по тему экономического роста мировой экономики в целом и отдельных регионов, развивающихся рынков и развитых. Везде прогнозы пересмотрены в сторону снижения, и это еще с учетом того, что мы рассчитываем на то, что торговое противостояние все же не перерастет между США и Китаем, да и целым США и мировой экономикой, не перерастет в полноценную торговую войну. Если же дело пойдет по самому мрачному негативному сценарию, ну тогда падение темпов роста мировой экономики все же отразится на более низких показателях спроса на сырье более слабом подавленном аппетите. Друзья, судя по всему, мы действительно с вами сейчас вот на пороге возвращения к прежним проблемам для всего сектора черного золота, которые были характерны, собственно, еще до 2012 года, после чего, как вы помните, рынок нефти столкнулся серьезными распродажами. Впереди еще раз повторюсь, 70 долларов за баррель, мы ждем этот уровень, мы ждем, что ослабление нефтянки отразится на слабости курса российского валютного актива 62,32. Сейчас котировки с открытия, конечно же, рубль должен оказаться под большим давлением. Рубль сейчас должен котироваться против доллара выше 63, и если мы видим котировки ниже, вы должны понимать, что это следствие не того, что слабеющей нефти противостоит здоровая, крепкая российская экономика. Единственная причина, по которой рубль более-менее бодро себя чувствует, это активность центрального банка, в том числе по механизму интервентного вмешательства. Иначе объяснить, что происходит с рублем будет невозможно. Возможно, центральный банк понимает, что лучше все-таки создать тренд последовательного постепенного ослабления рубля, чтобы не провоцировать панику среди рядовых домохозяйств и граждан. Поэтому резкой девальвации мы не увидим, она нам, собственно, не нужна. Мы готовы наблюдать за этим шаг за шагом. Рубля направлено движение в сторону 65-66. Эта цель тоже остается. Доллар японская иена 112.36. Не сильно мы ушли вниз, даже в целом, если говорить и подытоживать результаты. В вчерашней торговой сессии, если посмотреть на доллар сейчас, мы находимся в небольшом плюсе. До 113 остается около 60-70 пунктов. Я думаю, что эту цель мы все-таки сделаем. Доллар продолжает опираться на статистику. Роничные продажи, которые вышли накануне, оказались довольно неплохими. 0,5% в соответствии с прогнозом роста. Прошлый показатель, кстати, был пересмотрен с 0,8% до 1,3%. Потребители оказывают по-прежнему заметный вклад в динамику экономического роста американской экономики. ВВП США опирается на здоровые показатели потребительской активности. Поэтому ждем сильный будущий отчет по ВВП и ждем, что активность потребителей будет дальше подстегивать и базовую плясу, и в целом индекс потребительских цен, что в конце концов позволит ФРС повышать процентные ставки. Все это, конечно же, хорошо и интересно. Сегодня мы с вами давайте сфокусируемся на том, что будет говорить Джером Пауэлл. Не знаю, будут ли какие-то совсем уж интересные комментарии в моменте. Если вам это событие нравится, вы готовы за ним понаблюдать, найти время для этого. Посмотрите на просторах, собственно, интернета. Найдите источники, разумеется, со ссылкой на западные средства массовой информации. Я думаю, что протокол его заявлений будет там более, там появится быстрее, чем, скажем, на территории российского рынка и на простого средства массовой информации российского рынка. Если готовы подождать, то завтра я вам подробно всех расскажу о всем самом интересном. Но, конечно же, постфактум работать с таким интересным фоном не хочется. Есть больше заинтересованность, за мотивированность поработать заранее. Ну, я предлагаю поработать заранее, каким образом? Купив доллар, друзья. Потому что уверен, что Джером Пауэлл останется уверен в своей прежней позиции, подтвердит желание, готовность всего федрезерва дальше повышать процентные ставки. Евро против доллара. Новых вводных нет. Ждем мы по-прежнему 1,15. Возможно, в случае жестких комментариев Джерома Пауэлла у нас будет возможность сопоставить его риторику с более-менее мягкой риторикой Драги и на контрасте поспекулировать евро. Если Джером Пауэлл сегодня все же коснется темы агрессивности темпов повышения процентной ставки, то укрепление курса доллара также определенно скажется на динамике евро. Завтра у нас данные по инфляции. Локально для европейского рынка этот отчет очень интересен, но я вас заранее уже готовил к тому, что инфляция, скорее всего, снизится. Я ожидаю спада по базовому показателю, что позволит нам говорить об актуальности и важности сохранения мягкой экономической политики. То есть вижу по-прежнему цель по евро-доллару 1.15. Фунт против американца. Следим за статистикой по британской валюте, потому что эта статистика позволит нам получить больше ясности по поводу тех изменений с монетарной политикой, которые могут произойти в августе. Среди политического фона, что можно отметить, это то, что министр финансов в Англии Хаммонд в пятницу представил Совет Европейского Союза предложения по поводу ряда банковских, фискальных, финансовых вопросов. Эти предложения сейчас рассматриваются и обсуждаются. Я думаю, что Европейский Союз, Совет Европейского Союза даст фидбэк обратной связи в ближайшие дни. Но Тереза Мэй, как вы наверняка знаете, я об этом говорил, поспешил уже заверить рынок, что эти предложения все же уже скорректированы и адаптированы на ту острую критику, которую мы наблюдали со стороны Европейского Союза. То есть, другими словами, если переводить эту фразу, те предложения, которые в этот раз были сделаны, в большей степени учитывают интересы Европейского Союза. Кстати, вот как раз только из-за этого, из-за того, что якобы Тереза Мэй включила заднюю, Тереза Мэй оказалась и позволила представителям Европейского Союза надавить на себя подали в отставку и Борис Джонсон, и Дэвид Дэвис, и еще несколько чиновников, которые, может быть, для нас, для спекулянтов, которые следят за более значимыми фигурами, неинтересны, но отставки не закончились вот только на вот этих двух персоналях. Это все как раз протест против курса Терезы Мэй за то, что она начинает больше учитывать интересы именно Европейского Союза, нежели чем интересы Англии. Ну, в конце концов, я думаю, что до истины нам в любом случае докопаться не удастся, но согласитесь, что если Тереза Мэй подготовила документ, который должен понравиться и устроить Европейский Союз, у нас появится долгожданный позитив. И как этот позитив отразится на курсе фунта? Ну, я думаю, что вряд ли уж через распродажи. Поэтому, как и было отмечено вчера, я рассчитываю дождаться отдачи политического прогресса и я все-таки ставлю на статистику, которую мы ждем сегодня по рынку труда, статистика, которая повысит вероятность аутсовского ужесточения монетарного режима, то есть рост процентных ставок, до как минимум 70%. Поэтому предлагаю, друзья, сохранять длинные позиции. Австралийцы против доллара, сегодняшние протоколы были мягкими. Резервного банка Австралии, но пока что в моменте не повлияли на курс австралийца, но я надеюсь, вы помните то, что у нас традиционно, что после решения Резервного банка Австралии по ставке, что после протоколов определенный временной лаг нормальной, логичной реакции. Поэтому я допускаю, что все же к концу торгового дня австралийцы окажутся под большим давлением и мы сможем все же просесть ниже показателя 0,74, стать ближе к цели 0,73. И если уж не нормальная реакция на мягкие протоколы нам в этом поможет, то уж укрепление доллара точно должно внести свою лепту. Доллар канадец. Стратегия остается прежней. Мы ждем с вами 1,3050 и судя по всему, потому как канадец сейчас укрепляется против доллара. У нас как минимум до 17,00 по московскому времени до выступления Джерома Павла есть возможность сейчас притопить доллар и соответственно отыграть вот этот уровень по паре доллар-канадец. Если мы делаем цели 1,3050, друзья, не задумываясь, закрывайте собственно позиции, потому что снижение ниже будет маловероятным. По новозеландцу после выхода сегодняшних данных по инфляции, базовая инфляция достигла максимального значения за последние 7 лет, 1,7 с 1,6. Я, пожалуй, впервые за много последних месяцев начинаю верить в бычье будущее новозеландского доллара. Поэтому предлагаю сделку buy limit с отметки 0,6760 в расчете на то, что мы все же получим дальнейший импульс, долгосрочный такой импульс, способный привести пару NZD USD, то есть новозеландец против доллара в район уже 0,70. Но это новый уже за пробег на длинную дистанцию. Если вы согласны с моими выводами, буду рад видеть вас в числе, скажем, сторонников данного подхода, данной позиции. Что касается фондовых рынков по СНП, собственно, ниже 2800 пунктов. Мы видели вчера давление на СНП оказал, опять же, красный, уход в красную зону энергетического сектора из-за снижения цен на нефть. Поскольку нефтянка продолжает снижаться, я уверен, то что сектор энергетики будет оставаться якорем, камнем для не только американского фондового рынка, для всех фондовых рынков. И если бы не позитивный отчет Bank of America вчера, думаю, что потери американской фонды были бы еще более серьезными. Но на контрасте, если, опять же, в последующие дни до конца этой недели корпоративные отчеты уже будут не такими уж оптимистичными, то разочарованию трейдеров не будет предела, потому что для покупок, в принципе, уже нельзя нечем будет руководствоваться. Поэтому по СНП, друзья, я думаю, что пошел разворот. Мы с вами чуть-чуть, опять же, пободались по этому активу выше 2800 пунктов. Сейчас, думаю, будем снижаться. И по ГЕР-30 предлагаю рассматривать тоже только лишь короткие позиции. При этом можно сделать, скажем, проявить активность через два отложенных ордера. Либо это селлимит с уровня 12600, либо это селл стоп с отметки 12470 пунктов. Не вижу я возможности для роста европейского фондового рынка, потому что риски, на мой взгляд, более заметные и очевидные. Это риск повышения ставок в США, рост доходности трежерис от ток капитала, риск торгового характера, собственно, о чем мы с вами поговорили. Риск ухода в еще большую красную зону сектора энергетики. Ну, все это достаточно сложить, чтобы понять, что и этот индикатор фондового европейского рынка, немецкий индекс ГЕР-30, также лучше рассматривать с точки зрения продаж. Друзья, на этом, собственно, все. Огромное всем спасибо за внимание. Увидимся мы с вами завтра в 9.30 по московскому времени, как и всегда, в прямом эфире через приложение Перископ. Это для тех, кто присоединяется к нам онлайн, для тех, кто смотрит уже не в прямом эфире. Как и всегда, запись будет доступна на нашем канале на YouTube, сразу же после того, как мы заканчиваем онлайн вещание. Хорошей торговой сессии, прибыльного дня. Завтра нам, как и всегда, будет о чем поговорить. Завтра будем анализировать комментарии Джерома Паула и британский рынок труда. До завтра. Продолжение следует.